Вообще наркомания в широком смысле – это процесс или состояние, или образ действий. Когда ты делаешь себе хорошо, вызываешь выброс медиаторов, которые делают тебе, собственно говоря, хорошо, в обход тех физических действий, которые природа подразумевала для этого. То есть в случае курения, вместо того, чтобы вкусно поесть и подышать, расслабиться, ты куришь. В случае наркотиков ты, соответственно, колешься, хотя тоже должен хорошо отъесться, хорошо отоспаться, хорошо отгуляться. Проблема в том, что обходной путь более интенсивный. То есть выброс вот этих медиаторов и, соответственно, яркость состояния, состояние удовольствия, какого-то наслаждения, яркость намного выше, чем обычная природная. Это во-первых. Во-вторых, после вот этой яркости мозг возвращается не просто в нейтраль, которая кажется очень тусклой, он падает еще ниже. Связано это с тем, что тело нейрона, оно достаточно крупное, и там вырабатываются все вот эти вот медиаторы. То есть вещества, которые служат для связи нервных клеток между собой. Потом у нее достаточно узкий и длинный аксон, ну, грубо говоря, трубка. И дальше идет синапс достаточно крупный, где есть запасы этого медиатора и, собственно, поверхность, ну, полость, куда это все выделяется. И когда вы физиологично, ну, допустим, там поели, отоспались, отгулялись, у вас выделяется оно дозировано, то есть продлено во времени и во времени, и в пространстве. То есть за определенный достаточно длинный промежуток времени частыми мелкими порциями. В итоге выделяется немного, состояние ровно хорошее. Когда же вы используете какие-то наркотики или какие-то вещи, которые таким же эффектом обладают, то выделяется сразу и много. Это дает ощущение очень яркого удовольствия, достаточно короткого, а потом идет просадка. Почему? Потому что там, где синтезируется, оно подается через достаточно узкую трубку аксона. А в синапсе запас ограничен. Если вы весь, не дай бог, потратили или много потратили, там временный дефицит. И даже если, почему наркоманы повышают дозу, почему курильщики повышают дозу, почему алкоголики повышают дозу, игроманы, кстати, тоже, потому что механизм тот же самый. Вы выбросили, вам ярко и хорошо, потом вы упали ниже обычной физиологической нормы, намного ниже. И вы дозируете, а у вас меньше, в синапсе меньше объем. Состояние не такое яркое. Вы добавляете количество, ну, чего-то там, не будем второй раз перечислять, чтобы добиться хотя бы того же уровня или чуть ярче. Конечно, синапс истощается не сразу, но рано или поздно он истощается. И тогда повышение дозы не приводит к никакому улучшению эффекта. А отказ от дозы вызывает жуткую ломку. Потому что сама вот эта вот настройка, она сломана вообще полностью. Расскажу подетальнее про курение, дальше будет про наркотики посложнее, пообъемнее. Кишечник. И кишечник работает на никотине. То есть, ну, говоря, кишечник работает, я имею в виду нервную систему кишечника. То есть, кишечное сплетение, это не то, что вот головной мозг и его нервы, а там свои собственные нервы, там очень много нервов, ну, с два кулака у взрослого мужчины. Работа кишечника, перистальтика, то есть его ритмичная. Животик урчит, когда наелся ты хорошо, он перерабатывает там все, там выделяются пищеварительные ферменты. Сам этот процесс по себе свидетельствует в головной мозг о чувстве сытости и о чувстве удовлетворенности. И эти два чувства еще скидывают обратно сигнал на расслабление. Поэтому в войне, допустим, курили, даже те, кто не курили, почему? Они закуривали голод. То есть, они как раз вот этой обманкой пользовались целенаправленно. То есть, ты покурил, кишечник дает сигнал в мозге о сытости и удовлетворенности, и им, в принципе, наплевать, что ты вообще не ел. И мозги как-то успокаиваются. Но если есть нечего, я людей прекрасно понимаю, но если есть все-таки есть чего, то вы, во-первых, без активации кишечника уже не можете, потому что была перистальтика, ну, допустим, вот такая, а после того, как вы покурили, внешнего еще никотина накинули, она стала вот такая, более активная, больше ферментов, активнее пищеварение, активнее сигнал мозги. На этот сигнал люди подседают. Обратная сторона, когда бросают курить. Как выглядит типичный курильщик, который бросает? Он должен что-то теребить и что-то должен сживать. Ну, про теребение в руках, ладно, не будем рассматривать пока, хотя тоже важно. Живать, то есть он должен, опять же, активировать свой жевательный аппарат, чтобы выделялась слюна, чтобы, опять же, косвенно опять активировать кишечник, активировать кишечник, опять сигналил мозги. И хорошо, если он жует, там, я не знаю, смолу какую-нибудь, кто будет сживать смолу, спрашиваю, или жвачку. Все фигачат конфетки, леденцы. Один какой-то врач сказал, что ты, мол, рассасывай. Конфетки тебе будет легче. Вот такая штука, только они потом жереют. Те, кто хотят бросать. Причем прет их вообще дико. Два момента. Во-первых, они постоянно закидываются углеводами. Во-вторых, без сигарет пищеварение уже работает не так. А плохое пищеварение, это пищеварение, которое всасывает углеводы, и все остальное с трудом. У человека голод, он ест больше. И, короче, получается, что для сердечников говорят, лучше не бросай курить, если тебе, там, за 60. Для остальных говорят, ну, ты понимаешь, ты потолстеешь, это нормально. Ничего нормального в этом нет. Так вот, что мы делаем? То есть, несколько было у меня мужчин, но мы с ними курить бросать, конечно, не собирались. Мы им ремонтировали шею после хороших травм. И они такие, слушай, говорит, на стационаре запрещали курить, я, пожалуй, курить брошу. И их начинало переть, потому что все они брались за конфетки. И что, мол, типа, делать? Приходят, там, давай, мол, лечи, а может, ты и это можешь. Я говорю, могу, не вопрос, будешь ли ты следовать? Он такой, буду. Один мужик мне просто запомнился, классный. Во-первых, ты начинаешь жевать, но перестаешь проглатывать. То есть, ты берешь не леденце, а жвачку. Он так грустнеет, напрягается, говорит, ладно. Я говорю, второе, ты начинаешь себе что-то действительно теребить в руках, вот эти все тактильные ощущения, там, вот эти, вот, знаете, понты, зажигалку, там, достать, чиркнуть, взять там сигарету, не дай бог, сигару в рот. Ну, это же круто, это же классно. Ладно, там, не знаю, там, найду себе там ножичек любимый, там, еще что-нибудь. Я говорю, хорошо. Дальше, говорю, ты начинаешь себе готовить действительно вкусную еду. То есть, ты дома должен устроить ресторан. Он такой, подожди, подожди, слушай, я, говорит, жирею с еды, ты мне предлагаешь есть больше? Я говорю, нет, тормози. Есть больше я тебе не предлагаю. Я тебе предлагаю активировать свою перистальтику, все эти вкусовые рецепторы, все, что ты активировал сигаретами, ты должен активировать вкусами. Кислые, сладкие, соленые, горькие, острота там, вяжущие, вот, в общем, все, что ты изобретешь, вот, как в ресторане, ведь там же, ну, из простой, казалось бы, фигни, там, раз соусом полили, ты ешь такой, шедевр. То есть, вкусовая активация. Хороший повар очень умеет сочетать вкусы, то есть, идет действительно активация в мозгу. И, кстати, в фильме, если рататуй смотрели на эту же тему, там, про мышонка, который, про крысенка, который готовил, там, вот, этот вот фейерверк вкусов, это, в принципе, то, что вы вызываете вкусной едой. У вас там медиаторы в голове выделяются, вам кажется, что фейерверк. Ну, вам, мне, в принципе, не кажется, такие ощущения. Ну, так вот, говорю, ты все эти вкусы начинаешь удовлетворять. Понял? Ну, типа, понял. А потом что? Я говорю, что потом? Потом ты начинаешь все как с позвоночника. Мы тебя правим, перерывы на движение, кровь ты гоняешь и через живот тоже. Дал ему еще пару дополнительных упражнений. В базовый комплекс не входит. И говорю, ты, короче, делаешь это месяц, потом приходишь. Ну, мы ему уже спину собрали к тому моменту. И что он приходит? Приходит ко мне такой поджарый, такой мужичок, с такой начинающейся формироваться талией. А до этого такой кабанчик в шкаф приходил. И говорит, слушай, ты знаешь, мне вот эта идея готовки, говорит. Я, говорит, вот так вот я вот не любил эту идею вообще. Но мы как-то с женой, говорит, посовещались, хотя все равно готовил в основном я. И ты знаешь, помогло. Говорит, вот я вот не хочу курить, представляешь? Я ничего в рот не тащу, я не хочу курить. Я говорю, ну, правильно. Ты взял свои мозги, переучил. Ты их до этого с сигареты получал, всю вот эту вот активацию там живота, там активацию мозгов. А сейчас ты, говорю, получаешь это с еды, приготовленной своими руками. Ты тоже своими же руками себе же делаешь хорошо, но только без сигарет. Наркотиками сложнее, чем с курением. Почему? Потому что если курение завязано на кишечниках, как я только что рассказывал, то наркотики завязаны напрямую на медиаторный обмен. И окольными путями на них воздействовать, ну, достаточно трудно. То есть вот напрямую. Закинул вещество себе в кровь, оно там вызвало какие-то эффекты. Тебе вау, круто, классно, потом хочешь продолжать. А вот балансировать все это гораздо сложнее, чем в случае с куревым. Но в принципе возможно. Состояние удовольствия, расслабленности, может быть, даже счастья физиологически, ну, в нас запрограммировано тогда, когда вот ты все сделал для безопасности, для питания и, скажем так, для продолжения рода. Ну, поэтому люди, собственно, и любят борьбу, секс и поесть. Потому что после этого эта физиологическая такая реакция запрограммирована, когда выделяются вот эти все вещества. И выделяется достаточно много. Соответственно, если ты не добился первого, второго, третьего, соответственно, они не выделяются. Поэтому все так хотят победить. Обычная схема взаимодействия, то есть распознавание какой-то проблемы. Ну, так вообще мозг работает. То есть идет сначала поток ощущений, потом распознание ощущений. То есть постановка проблемы, постановка задачи или, наоборот, сигнал, что все хорошо. Редкость, да, в современное время. И потом идут формирования какой-то действий программы. Дальше круг повторяется. То есть по результатам действий ты снова собираешь информацию, снова смотришь. Если круг успешен, то ты смотришь и понимаешь, да, я добился какого-то успеха. И в этот момент как раз выделяются медиаторы, дают там состояние радости. А если много, то эйфории. Если ты понимаешь, что ты не добился успеха, выделяются другие медиаторы, которые дают состояние, ну, не буду описывать, в общем, нехорошее состояние. И весь вот этот вот круг крутится, положительная обратная связь, отрицательная обратная связь. И таким образом мы сами себя мотивируем. Опять же, это все физиология. Это не надо осознавать. Это работа от независимости, хотите вы этого или нет. И трудность какая? У наркомана уже сформироваться привычка. Ничего из этого не делать. А сразу же просто сжать себе на кнопку и все это вызывать. Его мотивации, нет у него мотивации. Или она очень низкая. Вторая проблема. Это истощение медиаторов. И даже если с завтрашнего дня наркоман решает вести себя хорошо, то медиаторы в синапсах, как правило, истощены. Нейроны сами уже просто устали синтезировать. И он даже до нормы будет подниматься долго. И это реально трудно. И дальше нужны все равно физиологические качели. То есть ты победил, получи, проиграл, заплати. И снова участвовать в этих качелях опять неприятно. Потому что любые качели вызывают дрожь. А вдруг я сорвусь. И это действительно риск. Этому схему выхода, которую я пользуюсь, ну, допустим, с теми людьми, которые обращаются, она заключается в следующем. Сначала нужно все-таки восстановить мозговой кровоток. Проблемы с позвоночником, особенно с шеей, у процентов 80 населения есть. И на всем на этом фоне, все то, что я описал, оно еще усугубляется тем, что даже если человек решает вести себя хорошо, даже если он тренируется, питается и все классно, но недостаток поступления крови в голове, ну, очень с трудом мозги все синтезируют. Мозг очень много крови потребляет, там вообще с этим строго. Если кровоток нарушен, то тяжело ему. Там, где здоровый достигает результата, ему, не знаю, миллиграмм медиатора выделился, и он уже в эйфории, там больной с нарушенным кровотоком. Этот миллиграмм ему надо где-то взять, даже если он выделился, у него еще восприятие помято. Ну, в общем, не нервная система, а калейдоскоп. Поэтому начинать надо все-таки с приборки в позвоночнике, с нормализации кровотока. Если кровоток нормализовывать через руки специалиста не получается, там нет мануальщика, там боитесь еще чего-нибудь, ну, воротники, валики, там, самоправки. Ну, самоправки для начала нет, воротники, валики. То есть хотя бы на вытяжке, но вы активируете мозговой кровоток. Само по себе активация кровотока включает механизмы стабилизации нервной системы. И вот эти вот качели от плюса к минусу, амплитуда их уменьшается. То есть есть люди, я им вообще ничего про физиологию не говорил, мы им просто ставили шею, они просто потом приходили и говорили, слушай, а чего, говорит, я-то как-то поспокойнее стал, как-то сон покороче, высыпаюсь получше. Я говорю, ну, твои мозги жить хотят, они нормализуются, ты им дал кровь, вот они работают. Классно, говорит, конечно, классно. Первое, есть, да? Второе. Качели нужно брать под контроль, то есть их создавать. Как я говорил про курение, готовить надо своими руками. Во-первых, своими руками вот эта вся тактильная. Во-вторых, активация вкусов, то есть много разных вкусов. Вы уже не за биологической ценностью блоки жиры углевода смотрите, а за разнообразием вкусов, и чтобы это действительно было вкусно. Это очень сильно стабилизирует психику. Ну, кто не пробовал, тот не поймет, попробуйте, узнаете, хотя бы две недели попрактикуете. Физические тренировки. Не надо пытаться добиться результатов. На этом положили здоровье очень многие люди. Нет, вы занимаетесь пульсом, то есть вы походили, полежали. Ну, если плохо, да? Вы, допустим, походили для себя, поработали. Вы там походили, поплавали. Научились ходить, побегали. Научились там бегать, ну, не знаю, там поприседали. В общем, берите что-нибудь не особо сложное, но чтобы гонять кровь по организму. И вы начинаете эти качели потихонечку качать своими руками. То есть вот здесь я нагрузился, вот здесь я отдохнул. Симпатика отвечает за стресс, неудовлетворенность и активность, адреналин. Парасимпатика отвечает за расслабленность, удовлетворенность и за ремонт всего организма. И вот вы начинаете симпатика, парасимпатика эти качели качать. Не надо стремиться за большой амплитудой. Вам нужно, чтобы вы подконтрольно напряглись, подконтрольно отдохнули. И отдохнуть нужно качественно. Для наркоманов есть, конечно, разные блокираторы рецепторов. То есть вот мы тебе сейчас таблетку дадим, ты там, допустим, не сможешь колоться или еще что-нибудь. Ну зачем такое насилие? Если вы сможете взять под контроль качели и качать их достаточно долго, месяц, два, три, плюс нормальный кровоток, у вас уже идет нормализация. Если вы этого не можете, ну, цепляться за костли малоэффективно, можете, конечно, попытаться, но какой в этом толк? Теперь про ломку. Ну вы знаете, ломка бывает даже у тех, кто считает себя здоровым, но его привели на правку, мы ему резко поставили позвонки там, допустим, все. Его начинают трясти, ломать, у него жар, холод, там хорошее настроение, плохое настроение. Это просто поиск оптимального состояния. Это поиск равновесия. Ломка наркомана, в принципе, тоже поиск равновесия. Другое дело, что в этом поиске легко можно умереть. А кажется, что вообще уже умер, а ну можешь и физически умереть. Но нервная система, она пытается балансировать себя. Если вы ей помогаете балансировать, то она отбалансируется. Если же вы себе помогать не будете, то она все равно будет балансироваться, но гораздо медленнее. То есть подкорковые механизмы, это нужно просто понять, они все равно настроены на побегал, отдохнул. И в сумме, чтобы был какой-то баланс. И если вы ради каких-то там удовольствий это все-таки раскачали, то есть все равно группа нейронов, и она большая, которая все равно за равновесие. Другое дело, что вот такая вот группа, или весь головной мозг теперь будет, да, мы сейчас выровняемся. Большая разница. И вообще самое сложное в реабилитации, это третий этап. То есть вот вы раскачали вот эти качели, вы поймали какой-то контроль, такой именно динамический, ни в коем случае не статический. И вы, в принципе, вокруг какой-то точки равновесия вроде можете поработать и отдохнуть. Самое главное потом, от контроля, его не то, что от него надо отказаться, его нужно отпустить, что ли. То есть нужно, чтобы вы не думали больше о том, что вы будете делать сейчас. То есть вот эту волевую хватку, которая формируется, ее нужно как-то расслабить и направить на какие-то, может быть, достижения во внешнем мире. Чтобы тело нашло свой баланс, и это зашло на привычку. То есть реабилитация всегда из трех частей. Создание условий, волевые действия. И то, что вы волей сформировали, вот этот вот определенный образ действий, он потом заходит на привычку. Если он не заходит, а для этого нужно, в общем-то, как правило, расслабиться. Расслабиться не в смысле бросить вожжи, а расслабиться в смысле начать думать о чем-то другом, созидательном, для себя в первую очередь, конечно. А не о том, что вы вот сейчас себя должны держать. В таком значении расслабиться. Оно в процессе практики волевой, оно и так заходит на привычку, но до тех пор, пока центр в коре, пока вы думаете о том, что вам надо делать, подкорка не может включиться. Так работает мозг. Вы должны кору переключить на что-то другое, а кора – это то, что вы осознаете, то есть ваше внимание. И дать телу, в принципе, как ребенку поначалу, как-то самому. То есть как это выглядит. Вот сейчас я, допустим, у меня вот 4 раза в день расписание, там обед, завтрак, там обед, полдень, ужин, потом там 2 тренировки, потом 2 отдыха, потом еще что-то, как в санатории таком. То потом, когда уже оно зашло на привычку, я доверяю телу, то я начинаю как? Вот я встал, вот я погулял, вот здесь я, ну умылся там, естественно, вот здесь я погулял, вот здесь я поел, потом я полдня работал, потом поужинал, там обед пропустил, и мне нормально, потому что я живу по желаниям тела. Сначала внешняя воля, хоть и своя, но как будто внешняя. А потом изнутри просто желание тела. Захотел попить, попил. Захотел поесть, поел. Захотел погулять, погулял. Захотел поработать, слава богу, иди поработай. То есть вот таким вот импульсом. Это общее для всех, и для наркотиков, для курения тоже характерно. И вот на этом этапе многие и срываются. Либо они недостаточно долго держали себя в руках, потому что это для здорового мозга, допустим, месяц для формирования привычки, а для ишемизированного, еще побитого наркотиками, и 2, и 3, и 6, и 12 месяцев, прежде чем оно зайдет на привычку устойчиво. То есть либо мало времени прошло, дисциплины, и расслабляясь, они расслабляются в плане отсутствия контроля, просто падают. Вместо того, чтобы расслабиться, переключиться, начать созидать, они, в значении слова расслабились, понимают, как большинство людей. То есть расслабиться, это значит прекратить все делать, и на этом все. Поэтому правильнее будет сказать, что переключиться от формирования себя на то, чтобы себя как инструмент использовать для созидания чего-то другого. То есть сначала вы учились ходить, потом вам навык ходьбы, уже инструмент для того, чтобы дойти туда, 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 туда. Сначала вы учились как-то себя балансировать, а потом вы с помощью уже отбалансированного себя где-то с кем-то о чем-то договорились, где-то купили, где-то продали, где-то потратили. То есть живете дальше, развиваетесь.